Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А потом уже принесли курицу Тоже пожареную на углях И с разными видами салатов Там помидоры были Капуста была Солёные огурчики были В общем на слабом Пообедали Чем поили? Поили нас вину Кока-колой Спрайт Ну, как обычно здесь заведено. Но самое интересное, что очень красиво был заставлен концерт. И как-то всё это было гармонично. Знаете, сразу видно, что у них опыт богатый. Накрыли пока там основная часть, потом поели, потом концертная часть, потом поели, попили, ещё концертная часть. И вот так вот потихонечку всё это продвигалось с концовки. Великолепное было выступление всех представителей нашей диаспоры. И были участники самого клуба. И был, по-моему, Ивушка. Был такой великолепный. Ой, простите, у нас здесь что-то сработало. Наверное, пора переходить к другой теме. Метр, я в зале один, зажигание. А, это вот как раз-таки наши новости сработали. Наконец-таки запустились мы в эфире. Итак, дорогие друзья, наверное, не будем концентрировать много внимания об этом, потому что у нас все много интересных. Мы напомним, безусловно, о том, что у нас 27 сентября в 21.30 состоится благотворительный ужин с концертной программой, с лотереей. Он посвящен сбору денежных средств для помощи и реабилитации нашей соотечественницы, безусловно. Сан-Москар. 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 Украина. Они там, они совмещают. Между прочим, у них очень много зависимости до общего, потому что если смотреть какую-то ту часть, которая северная Украины, та, которая западная Украина, они там уже перемешиваются эти мотивы, потому что они очень похожи сами по себе. Это черные леса, и они очень похожи. Белорусы и украинцы, у них очень похожа одежда. У них одежда там, но язык у них довольно разный. Да, у них язык у них разный, очень большая разница в языке, но одежда, эти вышиванки, они очень похожи. Если смотреть на Украину, уже центральную Украину, то у нее совсем другая вышиванка, другие даже одежды, другие яркие, они более яркие, костюмы эти, вот много красного, потом более гладью вышивается, вот не так крестиком, как вот на Украине, Белоруссии они на... И там у них немножко цвета, колор другой. И что у них они, вот эти бинки, они очень похожи тоже между собой. Как бы, ну, может быть, немного они отличаются в цветах. Это действительно нормально, потому что, например, если брать костюм русский, да, русский народный костюм, то он тоже будет разнообразным, в зависимости от места, где находится то или иное население. Я думаю, наверное, все народности они себя представляют. А даже в Аргентине, сколько здесь этих провинций, и каждая провинция, как бы, имеет свое тоже, как бы, как будто бы, как бы, разное, маленькие, много-много маленьких стран, потому что даже у них еда немножко отличается, в каждой провинции друг от друга. То же самое, в общем, об этом и говорю. Ну, в общем, это... Ну и, ну и... Ну, давай еще раз теперь по-испански напомним о том, что у нас будет 27-го благотворительного... Ну да, в общем, давай, супер чистым, да, и среди и 175-го благотворительность. в ресторанном магазине, который имеет этот hotel, который находится в центре, чтобы нашему роду, чтобы сделать этот концерт, с сцены вкладами, конечно. И также, конечно, она будет очень красивой, потому что лучшие игроки, лучшие игроки, лучшие выступления, лучшие представления, лучшие представления, и много соревнований. И также, этот финансовый фонд, все деньги, будет в помощи нашей компатриоты, Людмила Носкова, которая умерла с удовольствием, очень сложной операцией, очень сложной операцией, и нужна большая помощь. И мы, таким образом, пытаемся помочь другим нашим компатриотам. Отделаем их, что ее примеры, она не подбирает, такая же, она такая, в планете, она есть красивая, в соцсети, образовательная, учительная, русая и его жизнь, и, несмотря на то, есть у нас возраста с другими другими outraми, Я прошу напомнить еще раз нашим русским соотечественным, русскоговорящим, так сказать. Мы всех, да, все нашим соотечественным. И, конечно же, аргентинцам о том, что вечер перенесен на пятницу, 27 сентября. Сегодня мне звонили. Вот кто-то из аргентинцев желал посетить наше мероприятие и уточняли по дате, потому что как бы несколько раз меняли. Мы приносим свои извинения за то, что мы меняли несколько раз дату. И еще раз вам напоминаем о том, что состоится все-таки в пятницу, 27 сентября. Сентября. И хотелось бы вам сказать о том, что у нас интересные будут призы, которые, в общем-то, привозят даже с провинцией. Сегодня вот у нас представлена горилка. Это украинская водка, которую привезли специально для нас, для розыгрыша лотереи на нашем благотворительном уже. Вот, пожалуйста, их такой бренд горилка. У них даже он заперлакован. Керосовый. Да. Вот. И у них на самом деле не только горилка и только водка. У них и вина натуральные, и масло натуральные, и мед они привозят, и орехи, и сухофрукты. В общем, настолько все вкусно. В этот раз я купила целую гору всего, и мы до сих пор смакуем и радуемся. Варенье просто чудесное. Сливовое, абрикосовое и клубничное. Очень все вкусно. Спасибо огромное. Ну да, потому что горилка, как бы это водка украинская. Сливовое. Горилка есть в традиционном языке. Все знают здесь водка, да, водка, водка, но горилка это вот чисто специфика. Ну если горилка, это на украинском водках. Водка. Да, горилка это водка. Ну вот здесь, представьте несколько видов, я вот прям не польюсь. Ака это в diferente типу густу. Сон водка, которые они используют артиционально. Это лимон, это лимон, это апельсиновая, это с чесноком, не, не с чесноком, а с перцем, перцовка, перцовка, ради бога, это перцовка, горилка как раз именно с перцовкой. Это лимон, это лимон. Мы плавно подошли к тому, чтобы рассказать вам о госте, который сегодня вот ожидает уже в студию, он вовремя приехал, и вы уже его хорошо знаете, это отец Александр Ивашевич. И мы, как вам обещали, пригласили его к нам в студию еще раз. Это лимон, это лимон, это лимон. Спасибо, Рудольф, он всегда находит такие интересные видео. Мы даже сами не знаем. А, да, мы не agradecemos наших коллабородов. И Рудольф нас está sorprendiendo с фото, что мы не нашли. Ну, мы agradecemos наших коллабородов. Добрый день. Здравствуйте. Батюшка. Здравствуйте, Батюшка. Батюшка. Как вы живете, как приятно с вами встретиться. Ой, дорогой, Батюшка, как дела? Бог славы. Слава Богу, хорошо. Пожалуйста, ваше законное место. Уже практически. Практически. Дорогие друзья, хотелось бы всем напомнить о том, что 12 сентября был день Ангела у отца Александра, день святого Александра Невского. Да. А 13-го, на следующий день, у Батюшки был день рождения. Да. Мы от всей души хотим вас просто поздравить прям сразу. Спасибо. Можно. Ой, а у тебя сразу шампанское? Шампанское же еще я не открыла. А, так начинаем. Открывать, поздравлять, да, открывать. Интересно, это когда-то у вас? 13-го. Ну смотри. Батюшка, с днем рождения. Спасибо. А слышай программу. Спасибо. Спасибо большое, спасибо. Вот, а мы сейчас будем... Шампанское, сейчас будем пить. Будем пить, пить, пить. Хорошо. Я-то могу ставить подогрев? Так что у вас это вот прям 13-го числа, да? Вот 12-го такая дата. И вот и назвали вас Александром в честь, наверное, да? Да. Многое лето, батюшка. Да. Да, это хорошо. Многое лето, многое лето, многое лето. Многое лето, многое лето. Многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Да, именно вот царя советская. Вы можете держать, если вы захотите поставить. Хорошо, хорошо. Пожалуйста. Бывает. На троих, да. У нас как раз разыгралась интересная тема, дорогие друзья, у нас немного, буквально 2-3 минуты есть. И вот Лилиана расскажет, что такое сообразить на троих. Потому что батюшке надо объяснить, что такое. Вы знаете, что в Советском Союзе были такие гастрономы. Ну, значит, водка на столах как бы недешево, и каждому себя не осилить. А вот домой придешь, так еще и жена тебя выгонит с этой бутылкой, если там потратишь на эту бутылку. Тогда, значит, когда особенно в получку или в зарплату, или же когда был аванс, значит, то собирались в гастрономии. Мужчины там, ну, выпить, ну, а как бы пойти до дома, а там, ну, нету таких кафе, чтобы ничего. Тогда, значит, становились в очереди за там, купили бутылку и искали себе совочечника, чтобы... Собутыльника. Ну, собутыльника-то слишком резко, ну, ну, как и подруга, поэтому, вот. И, значит, и сообразили на троих, значит, это что водка стоила 3 рубля и 12 копеек. И 12 копеек. На 12 копеек это была бутылка, возвращали деньги. На дорогу хватало потом, 12 копеек хватало. Там по 3 копейки стоил этот вот билет на трамвай. А вот 3 рубля стоила водка. Значит, собиралась трое, рубль каждый раз, скидывал каждый рубль и говорит, давай сообразим на троих. Вот. Поэтому мы сейчас сообразили на троих. В общем, это, в это время, конечно, оно такое, оно собренное время, и, конечно, оно не всем понятное. Вот этот вот, эта лексика, это вот, это вся, это, это тот мир, который уже, конечно, к нему уже не вернуться. Да, этот мир, который уже, конечно, он уже остался в прошлом. Ну да, действительно, я недавно буквально посмотрела фильм «Назад в СССР». Это фантастика, и как бы, ну, это не фантастика, как выяснилось. По мне сначала, когда я смотрела, я просто подумала, что это как бы фантастика. Якобы в прошлое человека вернули, чтобы он, человек уже как бы устал от современности, уже как бы всё у него. От гаджетово, телефоново. А, оказывается, был такой сервис, когда человека вот надо было немножечко возвратить к жизни. И вот закинули назад в СССР, как бы составили ему такую квест создать. Такая ситуация, да? Я могу себе представить. Он-то вообще просто в шоке был. И когда ты смотришь, ты сам вспоминаешь, и сам в шоке. Господи, как мы всё это пережили. В принципе, потому что другого не знали. Ну да, конечно. Потому что человек, я думаю, он как-то всё-таки привыкает к тому, что в каком мире живёт и привыкает. Поэтому не должны привыкать к плохому. Нужно всегда привыкать, нужно его это. Потому что привыкаешь ко всему. Это точно. Давай немножечко введём курс наших аргентинских друзей. Ну, hablamos un poquito, потому что, если не hablamos todo... Bueno, la traducir de natraich no le voy a traducir. Eso va a quedar para recuerdo solamente los que vivieron esa época de la Unión Soviética, que significaba tomar, compartir entre los tres unas copas. Pero no lo voy a hacer en español, porque va a ser muy difícil transportarlo en esa época. Entonces, pero sí vamos a hacer lo que contó Nona, de una película, que nosotros, digo, muchas veces parecemos, nostalgiamos de algo de que realmente no tenemos que tener nostalgia, ¿no? Porque no, no son épocas felices. Pero igual, bueno, bueno, esas son esas épocas que quedaron y bueno, y lo miramos con humor ahora. Como transportaron, hicieron como una transportadora en el tiempo y lo llevó una persona que estaba un poco cansada de la modernización, de la modernidad de hoy, de que tenemos todo, tenemos exceso de todo. Entonces, lo llevaron otra vez a la época de la Unión Soviética y bueno, y qué estapa choqueante que vivió. Cómo pudieron sobrevivir, ¿no? Pero bueno, hemos, no hemos sobrevivido, no conocíamos otra cosa. No conocíamos otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues, vamos a terminar el primer blog. Tenemos muchos temas interesantes. Quédate con nosotros, solo todo se empieza. Sí, ahora sí, quedamos con todas las anécdotas y los festejos. Ahora vamos a empezarlo. Tenemos en el estudio el padre Alexander y nos va a contar y no lo vamos a dejar ir hasta que nos cuente todo, todo lo que nos iba a contar la vez pasada, que no nos alcanzó el tiempo. Así que quédense a mirarnos y en un minuto ya volvemos. ¡Gracias! 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 Si te encantan los desafíos, si querés aprender, superarte, compartir, disfrutar, viví una experiencia inolvidable. ¡Acercate ademas!